Здравствуйте! Среда, 17 января. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на Белсате в студии Алла Перумова. Сегодня утром в Башкортостане после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову ОМОН начал разгонять людей, участвовавших в несанкционированной акции протеста у здания суда в городе Баймак. В столкновениях с отрядами полицейского спецназа участвовали несколько тысяч человек. В радиусе нескольких километров от здания суда отключен интернет, не работают мессенджеры и заблокировано несколько республиканских оппозиционных телеграм-каналов. Спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Суд признал Алсынова виновным в возбуждении ненависти и приговорил к четырем годам в колонии общего режима. Это более суровое наказание, чем просило обвинение. Речь шла о том же сроке, но в колонии-поселении. Уголовное дело против активиста было возбуждено по просьбе главы Башкортостана Радия Хабирова. По версии следствия, на сходе жителей против золотодобычи в регионе он негативно высказывался против работы мигрантов на шахтах и тем самым якобы унизил их человеческое достоинство. И сегодня в Чечне возобновился суд над Никитой Журавелем. Ранее заседание не состоялось из-за неявки адвоката. Напомним, Журавеля задержали в мае прошлого года за сожжение Корана в Волгограде. Позднее молодого человека доставили в СИЗО Грозного, где его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. В середине октября начался судебный процесс, однако заседания часто переносили по разным причинам. Ночью российские военные атаковали беспилотниками Одессу. Спасатели эвакуировали 130 человек. Власти сообщают о трех пострадавших. Обломки упавших дронов повредили ряд жилых зданий. Также был нанесен ракетный удар по Харькову. Один человек погиб, 17 ранены. О последствиях расскажет наша корреспондентка Юлия Бойко. Сегодня ночью российские войска нанесли удар по Халатахорскому району города Харькова. Предположительно, это были две ракеты С-300. Они поразили проезжую часть и трехэтажное жилое здание. Среди пострадавших зданий частная больница, где произошло и возгорание. Большинство пострадавших именно отсюда. Всего спасатели эвакуировали 30 человек. 17 из них пострадавшие. По последним данным, 13 человек было госпитализировано. И две женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии. Полиция отмечает отсутствие военных среди пострадавших и подчеркнула характер террористического акта. Сейчас, как вы видите, коммунальщики продолжают разбирать завалы, устранять последствия обстрела. Всего было повреждено 25 объектов, среди которых как жилые дома, частная больница, про которую я уже говорила, а также и коммунальное предприятие. Также было выбито, по данным спасателей, около полутысячи окон. Также ночью в Белгородскую область атаковали четыре беспилотника и семь ракет. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Там же отчитались о сбитии всех ракет и беспилотников. В ведомстве уточнили, что снаряды были выпущены из реактивной системы залпового огня «Альха». Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что война Израиля и Хамас продлится до 2025 года. Об этом сообщает Times of Israel. Такие сроки политик озвучил на встрече с главами местных общин вблизи Газы, где присутствовали и министры Кабинета безопасности. Также обсуждается возвращение эвакуированных из приграничных районов жителей Израиля. При этом большинство эвакуированных жителей не хотят возвращаться в свои дома из-за ракетных обстрелов со стороны Газы. Люди просят отложить этот процесс до лета или начала нового учебного года, а пока профинансировать их пребывание во временном жилье. По предварительным оценкам журналистов, на восстановление наиболее пострадавших общин потребуется около двух лет. Светлана Тихановская сегодня выступила в рамках основной программы Всемирного экономического форума в Давосе. Избранная президент Беларуси приняла участие в панели высокого уровня «Защита единого фронта Европы» вместе с президентами Польши, Литвы и Северной Македонии, министрами иностранных дел Испании и Украины. О том, какие заявления были сделаны в рамках встречи, мы подробно расскажем сегодня в вечернем выпуске программы «Вот так». «Если вы меня спрашиваете про усталость, я глубоко погружена в ситуацию в нашем регионе. Я должна защищать Беларусь. Я должна сражаться вместе с белорусами против режима Лукашенко и российской оккупации. Я считаю, что мы не имеем права чувствовать усталости. Когда я думаю про усталость, скажите это слово украинским солдатам в окопах или белорусским политзаключенным, которых сейчас мучают в тюрьмах. Они продолжают сопротивляться, и мы должны продолжать работать вместе с ними так же». Еще одно знаковое выступление Тихановской запланировано на 19 января в рамках дискуссии на тему женского лидерства с участием вице-премьера Канады Христи Фриланд и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Светлана Тихановская расскажет о роли женщин в белорусском протесте и гражданском обществе. Тогда же в рамках неосновной программы форума состоится дискуссия на тему белорусского бизнеса и экономической перспективы для белорусов. Это, пожалуй, первый случай в истории Давоса, когда дискуссия полностью посвящена Беларуси. Беларусь впервые включила ядерное оружие в свою военную доктрину. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что это сделано для предотвращения агрессии со стороны Польши, которая является членом НАТО. Белорусскую военную доктрину не обновляли последние восемь лет. Министр обороны страны Виктор Хренин представил обновленную стратегию в Минске, подчеркнув, что она учитывает близкие отношения с Россией. Этот документ включает в себя возможность использования ядерного оружия. Информацию сообщило агентство Associated Press. В прошлом году Россия объявила о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Военным страны были переданы комплексы «Искандер-М», которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом. Россия заявила, что останется ответственной за контроль над этим оружием. С сегодняшнего дня польские перевозчики прекратили блокаду на границе с Украиной. Заработал уже третий и последний из КПП, где были протесты. Блокада продолжалась с ноября прошлого года. Польские перевозчики протестовали против льгот Евросоюза для Украины, которые ввели после полномасштабного вторжения России в Украину. Поляки считают такую конкуренцию нечестной. К акции перевозчиков присоединились и польские фермеры, которые считают, что поток дешевой продукции из Украины наносит серьезный урон их бизнесу. Ранее правительство Польши согласилось на некоторые требования протестующих. При этом, по словам самих демонстрантов, они дадут новым властям страны поработать и попытаться решить проблемы. Однако могут возобновить протест, если ничего не изменится. Кения приступила к крупнейшему за всю историю проекту по переселению носорогов в Африке. 21 редкого и находящегося под угрозой исчезновения черного носорога перевозят из заповедников из-за того, что стремительный рост их популяции привел к перенаселению. Носорогов из Национального парка Найроби переведут в другой заповедник. Предыдущая попытка переселения носорогов в Кении в 2018 году обернулась катастрофой. Все 11 животных погибли. По данным благотворительной организации по сохранению их популяции Save the Rhino, в мире осталось менее 6,5 тысяч диких носорогов, и все они обитают в Африке. Переселение носорогов оценивается как успех Кении по сохранению черных носорогов, которые всего три десятилетия назад находились на грани исчезновения из-за масштабного браконьерства. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске вот так. Я на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра в то же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова